Семинар для библиотекарев промерковали до подведения выника у 21-го областного конкурса «Библиотека, якая необходная громадству». Як высветлилась и просто, книга сходящая сёня людям уже не вельми потребная, хоть отмавляться от них явно рано. Урештый тем же интернетом корастаются не усе, а набывать новые книги у крамах не заусюда по кишени. Сучасная библиотека повинна стать, по выразу самих работников, установ сациокультурным центром. Гэта, коли тут можно не только некие выдания подшитать, а и наведать выставу и принять уделу посаджения гуртка по интересах. Причем, тыжится гэта у сих библиотек, як городских, так и сельских. Сельская библиотека – это теперь место для общения, общения всего местного сообщества. В сельских библиотеках, во многих из наших сельских библиотек, есть этнографические уголки, комнаты, музеи. Вот, например, интересный очень музей Дедова Харта во Старшковической сельской библиотеке Светлогорского района, где библиотекарь проводят и обряды семейные. По выниках конкурса на творчую индивидуальность установ первое место у Светлогорской районной детячей библиотеки и Коммунаровской сельской. На думку журы, в Путакашалевском районе вельми уже добра организована пошуковая и доследшая работа. Тут навод свой проект реализуется житё выдатных людей агрогородка. А выдатным литераторам Хомельской области в рамках семинара просвятили вечер-презентацию лауреата у премии имя Кирилла Туровского. Только летость на сайсканне премии подать на коле 70 рукописов, на полову большим годом ранее. Сами пераможцы кажут, что головное писать об тем, что саправды хвалю и людей, незалежно от жанра, у сурвёзных оповеданьях и гуморостычных рассказах. Когда что-то придумываю сам, на мой взгляд, я запускаю народ, бачу, не смеются, значит, не хапают чего-то, допрацовываю. А когда не засмеялись, значит, мы тогда сягнуто. Ну, самое главное, это, чтобы у человека была радость, здоровье было. А гумор, это влечевая человека за учёт. В любой ситуации, когда человек смеется, он радостный, весёлый и сердце не болит. Олег Сентяров, Ганна Ковалёва, Валерий Гапанько, Телерадо, компания «Гумель».